Добрый день, вы на канале Модные практики. Напоминаем, что у нас видео выходит каждый день. Сегодня у меня двойной праздник. Первое – это то, что мы только что вернулись из Италии, город Тревиза. У меня там было живое общение с нашими итальянскими подписчиками. И, конечно, мы приехали очень вдохновленные, нас там любят, ждут, очень благодарны. Очень приятна такая встреча, как бы у нас произошла. Познакомились мы с нашими новыми сотрудниками нашего итальянского канала. Ну и, конечно, и, конечно, как всегда, когда я бываю в Европе или где-то, где бы я ни была, я всегда покупаю журналы. Они перед вами. То есть я всегда стою за то, чтобы подписчики нашего канала, наши ученики, наши коллеги и мы сами, в том числе и я, были интереснее, интереснее, красивее и всегда что-то могли для себя найти, какую-то новую идею. Для этого мы приобретаем журналы. Перед нами четыре журналы, которые я купила. В Цюрихе у меня была пересадка самолет, я в городе не была. И в Вене два журнала. В Италии нам не удалось купить журналы из-за занятости. Но это самый обыкновенный журнал из киосков. Это не журналы мод, ничего. Но я хочу сказать, что идеи интересные, конечно, все равно есть. Сейчас я убираю три журнала в сторонку. Ждите, ждите, мы к ним вернемся. Это не значит, что я к вам не собираюсь показывать. Просто невозможно показывать все сразу. Сейчас передо мной удивительным абсолютно образом я купила журнал для полных. Поэтому сегодня не обижайтесь на нас, стройные дамы. Сегодня мы будем говорить о женщинах с формами. Но идеи такие, что они и для худеньких подойдут. Сейчас я начну листать журнал. И у нас будет две лекции по этому журналу. Первая общая. Мы рассмотрим разные образы, которые предлагает этот журнал. Это очень интересный журнал. И потом мы следующую лекцию сделаем для разных типов полных. Что предлагают дизайнеры, что предлагают стилисты, у кого просто большие бедра, у кого низкие большие бедра, у кого высокие большие бедра. То есть это очень болезненная тема для нас. И мы, конечно, к ней вернемся в следующем видео. То есть не удастся в одном видео показать и эту тему, и весь журнал. Поэтому сейчас весь журнал. Смотрим, листаем и так далее. Изучаем, находим что-то для себя новенькое. Но я еще хочу сказать о втором приятном моменте. Кроме того, что я вернулась из Европы, я сегодня снимаюсь в Москве. В нашей московской студии. Давно я здесь не была. Конечно, сильно порадовалась. И с удовольствием вам буду рассказывать сейчас о тех новинках, моды, которые я увидела и хочу поделиться с вами. Конечно, это просто журнал. Но в нем очень много показано образов для женщины с формами. Поэтому не будем много разговаривать. Начинаем смотреть. Здесь. Открываю первую страницу. Что я вижу? Своё любимое платье, которое слегка напоминает бочонок. Вот оно, черное платье, рука в три четверти, слегка закрытое колено, круглый вырез. Вот это абсолютно универсальное платье. На самом деле это точно такое же платье, какое сейчас одето на мне. Просто у меня сверху накинуто шифоновое платье-рубашка, которое я ношу 4 сезона в году. Вот эту платье-рубашку. Оно у меня зимой одевается на платье, летом одевается на нижнее платье. И я его с брючками и в разных вариантах я его ношу. На самом деле мое вот это нижнее платье точно вот такое платье. Оно у нас, видите, за колено, три четверти рука в круглый вырез и слегка бочонок. Это как основа гардероба. Но видите, здесь на какой даме показана дама достаточно хороших размеров. Идем дальше. Что ж нам еще предлагает журнал? Журнал нам предлагает вот что. Абсолютно пышнотелая барышня, одета в платье гортензиями, отрезное поление талии, присобранное, присобранное, присобранное и снизу еще с оборкой дополнительно, под горло, с длинным рукавом. Мы думаем и нас всегда учат, что полные мдамы нехорошо цветы. Я всегда категорически против этого объявления, аж почему, раз мы полные, не можем ходить в цветах. Нас-то портят не цветы и расцветка, или цвет наш портит, наша осанка, наша походка, наша неухоженность, если мы за собой не ухаживаем и так далее. Если мы хорошо себя чувствуем, мы цветы себе можем позволить. Поэтому абсолютно допустимо барышням с формами цветы. Это не значит, что каждый день с утра до вечера мы сейчас будем ходить в цветах. Конечно, нет. Но иногда, пожалуйста, если у нас цветное настроение, а нам хочется от жизни чуть веселенького, вполне себе можем позволить вот такое платье. Идем дальше. Много чего интересного будет. Приготовьтесь, приготовьтесь сейчас к тому, что будет интересно. Хочу показать вам вот такое платье. Сапоги, платье миди. Платье миди вот такими вот какими-то цветами, ирисами, или что-то вот такое. Подчеркнутой линией талии, длинным рукавом, не застегнутой до конца, тут немножко вырез. Ну бантик это, допустим, лишнее, и немножко оно как годы к низу расходится. Все движется, подчеркнутая талия, а низ немножко вот так вот движется во время ходьбы. Видите, да? Абсолютно вполне себе очень даже модное платье. Дальше идем. Ой, очень хотела с вами поговорить вот об этом образе. Посмотрите, барышня с формами, узкие мои любимые штанишки, они такие черно-беленькие, серенькие, видите, да? К нему черный блузон, белый манжет и белые низ блузки. Разрезик на плече может быть, может не быть. Даже просто, если вот так вот спокойненько откроете шейку, и даже если вы вот тут не будете делать разреза, его можно делать, можно не делать, сделаете белый вот такой вот манжет. Причем это не обязательно, как здесь, выше локтя, это может быть три четверти белый манжет, еще даже удобнее, широкий рукав, три четверти, белый манжет. И по низу блузона белый вот такой манжет, но он здесь не белый, он здесь молочный, конечно. Но все равно близко к белому. Но вот я не знаю, но образ просто великолепный. Но вот для того, чтобы вот так вот выглядеть, не надо думать, что для того, чтобы мне выглядеть очень хорошо, мне нужно огромное количество денег или каких-то фирменных вещей, или еще чего-то. Пожалуйста, посмотрите, как красиво. Можно одевать водолазку из чего-то плотненького джерси, вот такой блузон двухцветный наверх, и узкую юбку, карандаш, или вот такие брючки. И вот такая абсолютно очень простая вещь. Посмотрите, как хорошо разнообразила весь вот этот образ. Но мне очень лично понравилось, поэтому вам показываю. Идем дальше. О, в моде вы знаете, что анимационные принты. Но вы знаете, что в природе зебра черно-белая. Ну, а мы-то какие, нам-то скучно от черного-белого. И дизайнерам всего мира тоже скучно от этого. Поэтому у нас уже принты идут и красно-черные, и вот такие черно-рыжие, и всевозможные и бирюзовые, и синие с белым, и всевозможные. На что у кого хватает фантазии. Поэтому сейчас ткани, принтованные, не обязательно повторяют вот эти природные расцветки. Они у нас вот просто абсолютно любого цвета, любой расцветки. Поэтому сейчас перед нами вот такой вот костюмчик. Абсолютно очень простая блуза. Я не очень люблю, когда вот такие принтованные расцветки соединяются с какими-то сложнейшими, такими сложнейшими элементами кроя. Но это не всегда есть хорошо. Поэтому вот такая вот очень простая кофточка. Три короткий рукав, типа футболки. Но она может быть, конечно, три четверти рукав, а может быть длинный рукав. Я думаю, что такой принт можно в любых моделях делать. И вот это прекрасное будет маленькое платье, допустим. Но кто захочет сделать костюм, вот здесь вот абсолютно удивительная юбка. Юбка как бы с запахом. Но вот видите, верхняя часть слегка-слегка-слегка задрапирована вот здесь вот слегка. И через такую круглую пряжку здесь немножечко вот так вот выходит такой, ну не бант, а вот такую деталь вот сюда. Я думаю, что вот эту юбку мы как раз пройдем на уроках моделирования. Как бы у меня я просмотрела журнал, и у меня запланировано, что мы это сделаем. Сапоги. Тигровые. Леопардовые. Туфли змеиные. В общем, обувь и сумки очень-очень модно сейчас с такими вот рисунками. Идем дальше. Здесь хочу сказать, ну похоже, это нижнее белье. Но я что хочу сказать? Мне понравился вот этот вариант. Ну, я думаю, талия хорошо, если 90, скорее всего. Но видите, белая футболочка, красные брючки и вот такой леопардовый ремешок. Не надо бояться, если у вас большой размер ремней. Я всегда это говорила. И снова, и снова, и снова буду говорить одно и то же, что ремни очень делают образ сдержанным. Таким вот сдержанным и подтянутым. У кого нет такого прямо вот висячего живота, пожалуйста, приучаемся носить ремень. Посмотрите, как красиво. Ну и так показаны здесь обычные пижамы, сорочки, трикотажные костюмы, видимо, это для дома. Но вот эту страничку я хотела вам показать вот из этого фрагмента. Идем дальше. Моя любимая тема. Комбинезон. Смотрите, комбинезон вырез. Здесь он без рукава. Он может быть коротким рукавом, может быть до локтя, может быть за локоть три четверти. Но самая вся прелесть этого комбинезона в том, что у нас укороченные, слегка вот такие прямые, нижняя часть комбинезона брюки. И потому, когда дома сидит, вы видите, насколько ей комфортно. Да, ей очень комфортно. Она великолепно себя чувствует. Я думаю, что по нашей выкройке, что я шила себе белый комбинезон, с таким вшивным поясом, вы можете сделать себе прекрасно вот такой комбинезон. У нас там V-образный вырез. Чуть-чуть еще расширить брючки и чуть-чуть укоротить, и вы себе сможете сделать вот такой комбинезон. Конечно, черный цвет делает силуэт таким вот красивым. Но я думаю, что и другой цвет также вы сможете себе вот такой комбинезон сделать. Для того, чтобы сделать такой комбинезон, вам не надо сейчас ничего сначала учить. Просто открыть наши старые уже материалы, те, которые мы с вами прошли. У нас принято считать, что если человек полный, ему ничего нельзя. Яркое нельзя, клетчатое нельзя, цветное нельзя, это нельзя. Но я считаю, что нам все можно. Нам все можно. Нам можно клетчатое, нам можно яркое, нам можно леопардовое, и нам можно вот такое вот безумно цветное. Посмотрите, как одета барышня. Бирюзовые сапоги, нереально роскошная юбка с пышным низом и еще с чем-то тут атласом добавлено. Вот такая вот куртка и вот такая водолазка очень яркого принта с желтым. Также абсолютно бирюзовые юбки, фуксия брюки, сиреневые платья, бирюзовые свитера, зеленые платья, яркие аксессуары, невероятного цвета серьги, очки, все это можно носить. И поэтому раз нам это какой у нас журнал, австрийский журнал, говорит, что все это можно носить, значит, мы тоже так будем считать, что нам это можно носить. И поменьше слушать стилистов, которые нас призывают к спокойствию. Вот им нравится спокойно одеваться, вот пусть и одеваются, мы ничего против-то не имеем, а мы будем одеваться так, как нам нравится. Ну, теперь я хочу показать здесь вот особенно вот это платье. Не надо бояться вот такой графики, потому что это вот правда очень красиво. А оно вот на такой фигуре даже лучше видно, чем на очень какой-то вот такой худенькой там 42-го размера девочке. Даже и не будет видно вся красота вот этого вот изделия, вот этих всех квадратов, ромбов, вот этих вот полосочек, вот этого всего. Ну, посмотрите, как красиво. Если попадается вот такая ткань, пожалуйста, можем делать. Если такая ткань не попадается, можем делать себе такие накидки, полупальто из ладена, совмещать разные цвета, самим создавать что-то подобное на распошивалочке, пожалуйста. Можем сделать очень красивые вещи. Посмотрите здесь. Черная, рыжая, молочная, оранжевая, желтая, серая. Вы видите, что, да? Как красиво. Поэтому мы можем, где-то нам может попасться такая ткань, а мы можем ее создать сами. Мы можем сами взять лоскутки и создать кусочки ладена. Посмотрите, как красиво. А кто-то, может быть, вяжет. Ну, я как бы не такая большая сторонница вязаных вещей, но иногда они хороши. Ну, то, что я вам уже давно говорила, из трех видов тканей. Варятник, планка, еще вот такие полоски из одного джинса, потом второй джинс и третий светлый. Вот посмотрите, как красива такая джинсовочка. Конечно, очень большое внимание я хочу уделить вот этой рубашке. Можно, конечно, заморочиться и сшить белую рубашку без вот одной полочки, а вместо нее вот тут поставить платок, и чтобы он весь вот так вот отсюда свисал. То есть мы берем обыкновенный головной платок, пришиваем один край вдоль планки и второй уводим сюда, и он у нас весь вот здесь вот сбоку болтается, вот так будет свисать. Он здесь уже будет на косую уходить и свисать. Можно, конечно, заморочиться и сшить рубашку без одной полочки и одну полочку заменить вот так платком. Но я думаю, что нам не надо это делать, нам просто можно взять готовую рубашку, свободненько, чтобы она на нас сидела, и вот так пристрочить платок любой расцветки. Тоненько, аккуратненько в край пришиваете вот так, потом вдоль кокетки уходит подмышку, а дальше там немножко к шву прикреплен и уходит свободное вот такое вот падение. Пожалуйста, смотрите, как красиво. Даже если ваш платок вот отсюда из-под воротничка будет вот тут длинней свисать, тоже очень красиво. Сейчас в моде асимметрия. Пожалуйста, это вот всем идея, кто любит, ну, одежду более такую декорированную. Смотрите, как красиво. Не надо бояться вот таких рисунков, видите, да? Ну, абсолютно ошибка, что полным нельзя ни перья, ни атлас, ни ту, ни суй. Это я вообще уже не согласна. Вот такое вот прекрасное платье показано очень большого размера. Также вот такое, видите, платье с какими-то тут перышками, низ и рукава. Страусинные, наверное, на перышке что-то вот такое. О, сумка 590 евро. 590 евро мы можем найти перышки и самим обшить какую-нибудь сумку из какой-нибудь ткани и сделать себе вот такую сумку и быть звездой вечера. Пожалуйста, делаем. Ой, леопард, питон. Все то же самое, о чем я уже говорила сегодня. Смотрите, рубашка. Мы с вами летом прошли рубашку из квадратов, рубашку с цельнокроенную. Такие разные блузы проходили летом и интересные. Как простые квадраты заканчивались воротничком мужским и были похожи прямо на блузы на рубашке. Теперь смотрите. Обыкновенные, наш любимый цельнокроенный рукав. Абсолютно очень свободная рубашечка. Мужской воротничок, пуговички и манжетик такой три четверти. Вот такую рубашку каждый из вас крыет. У вас у всех есть, кто не купил курс пошива рубашки, у вас у всех есть мини-курс изготовления мужского воротничка. Пожалуйста. Вот таких рубашек можно иметь, когда ты сам шьешь. Конечно, она стоит... Она недорогая, 30 евро. Где-то она там в Австрии стоит 30 евро. Тогда Австрии надо доехать. Теперь смотрите. Вот таких рубашек всевозможных цветов под все ваши жакеты, под все ваши накидки из ладена. Вы можете иметь прекрасные, прекрасные вот такие вот рубашки. Ну, просто очень красиво. Ну, посмотрите. Дальше у нас идет... Да, это у нас полушубок из леопарда. из какого-то такого меха толстого. Юбка с запахом. Волан уходит. Оборка уходит, 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 уходит. И поднимается вот сюда, аж до талии. Здесь она вот так более свисает, поэтому кажется, что ее здесь больше. Посмотрите, как красиво. Кому удастся, повезет уж совсем, те могут, конечно, и такие змеиным принтом купить и ботиночки себе. Хочу поговорить о платье. Платье, видите, какое? По линии талии слегка присобрано. Низ присобран больше, а верх присобран меньше. Но, тем не менее, и верх свободный в этом платье, и низ свободный в этом платье. И, похоже, вот там, да, нет, ремешка нет, просто тень так падает. Дальше. Тут присобрано-присобрано. Вот тут вот три поперечные складки. Раз, три поперечные складки. Два. И три поперечные складки. Три. Вот в этой присобранной юбке еще вот такие вот поперечные складки. Но если мы сами шьем, я бы не стала так заморачиваться. Три, три, три складки. Я бы просто сделала отрез и, может быть, еще раз бы присобрала. Или еще что-то. Или один подрез там с одной наплывающей складочкой. Тоже было бы красиво. И вот такой свободный кардиган под горлышко. Вот тут вот небольшие пуговички. Круглый наш любимый воротничок. Он не круглый, он тут уголочками. Но обычный стоячий отложной. И из рулика, из этой же ткани, вот такая вот тут завязочка. Очень красивое платье. Вот такое просто на каждый день шикарно. Нарядность его еще на подкладочке сделать очень хорошо. И, конечно, моя любимая тема – комбинезон. Принт тоже питон. Посмотрите, как красиво. Рыжий комбинезон. Да я бы сама в таком комбинезоне ходила бы всегда. Очень много сегодня вам показываю. Очень много рассказываю. Не боимся принтов. Это то платье, которое вначале было плохо видно. Видите, отрезное. Слегка присобрано. Раз. Отрезное. Слегка присобрано. Два. Никто ничего не смотрит, что тут перерезаны цветы. Что тут вот у нас как-то что-то тут нарезано. Наш народ любит заморачиваться. Тут цветочек у вас перерезан. Пишут. Ну так берите себе, делайте, не перерезайте. Мы так привыкли перерезать. На запахе вверх легкая-легкая драпировочка на грудь. Пояс на какой-то пряжке. Рукавчик в районе локтя отрезной. И дальше такой прямоватый. Вот здесь, однако, есть шов. Вот такое платье просто великолепно. Оно у нас миди. Оно также может быть у нас до колена, за колено. Кому что подходит. Прекрасный фасон. Также вот такие, видите, где уже полоска нанесена в рисунок. Это вот просто рисунок ткани. Вот эти вот все полоски. О, моя любимая блуза. Я очень люблю блузы. Вот видите, рулик слегка вот тут. А внизу нижняя маечка. Слегка вот тут завязывается рулик, которым обработано в такую завязочку. Низ слегка-слегка присобран два раза. Рукавчик дважды присобран вот так вот чуть-чуть, чуть-чуть. Вот такая просто блуза. Белая, черная, кому нужна для образа. Однотонная, цветная, в любая, в горошек, любая, хоть какая. Абсолютно смотря под что вы будете делать. Сегодня у нас длинное видео получается, но у меня же сколько эмоций. Видите? Очень подходит вот таким пышным дамам платье вот с такими богатыми-богатыми рукавами. Кружева. Рукав обрезан вот здесь выше локтя. И отсюда идет там 3-4 слоя пышных-пышных кружевов. Вот так вот. И все это вот здесь много этого рукава. И когда вот так вот согнетесь, этот рукав будет отвлекать внимание от тех форм, которые, ну, немножко надо отвлечь внимание. Ну, я бы, конечно, сделала ей чуть-чуть платье подлиннее. Но если ей так нравится, пожалуйста. Вот такие платья тоже. Здесь идет вдоль рисунок, а по юбке поперек тоже красиво. Но я бы все сделала поперек. Комбинезоны. Яркие образы. Стилистический такой, анималистический принт рыжий с сиреневым. Красный очень красиво, не надо бояться. Вообще ничего не надо бояться. Я за то, чтобы мы ничего не боялись. И еще хочу показать вам ободочки. Вот я думаю, что что-то из этого мы можем сделать своими руками. Я меряла такой ободок в Италии, но он стоил там 100 евро. Думаю, нет, обойдусь без ободка. Видите, я думаю, что материал надо как-то его продублировать. Дублировать клеевым материалом. И из него пытаться что-то создавать на готовом широком ободке. Ну, здесь и цены разные. И 8 евро, и 227 евро, и 65 евро, и 150 евро. Вот видите, да. Думаю, что ободочки сейчас в моде. И я думаю, что как бы мы дойдем до того, что мы на нашем канале что-то из этого обязательно сделаем. Показала вам вот такой прекрасный журнал для полных. Думаю, что вы увидели много образов. Я думаю, что-то вы почерпнете для себя. С удовольствием и радостью вот это вам продемонстрирую потом дальше все журналы. Мы с вами посмотрим. На этом я с вами прощаюсь сегодня. Ставьте лайки, делитесь нашими видео в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Приобретайте наши курсы и задавайте вопросы. Всего хорошего. С вами была я, Паук Штарина Михайловна, и вся наша команда. Продолжение следует...